Да, но для него это такая тоже рисковая игра. Тут нельзя не отдать должное Байдену, потому что он у него выборов, по сути, да, он обращается к нации и говорит про миллиарды, которые нужны на войну. Как это будет в России, это, как вы думаете? И потом вот эта задержка с наземной операцией в Газе. По сути, Нетаньяк удерживают американцы от этой наземной операции. Как вы думаете, с какой целью? Естественность. Вот, понимаете, Байден тоже подчеркнул о том, что вот страны в регионе должны сотрудничать, жить в мире. И, кстати, здесь около 30% населения в США поддерживают палестинцев. Не так, что все 100% поддерживают Израиль. Байден это учитывает, во-первых. Во-вторых, вы видели, сколько митингов в США было в поддержку палестинцев. Левацкие настроения. Вы знаете, вот это левачество, иногда это перебор, но это есть, это понимаете. Так что здесь надо понимать, что Байден это все учитывает. И именно поэтому, с одной стороны, Байден заявляет, что он будет поддерживать Израиль. Израиль борется за свое существование. А с другой стороны, он посылает гуманитарную помощь Газе. И он сдерживает Израиль, потому что он не хочет, чтобы эта война превратилась сначала в арабо-израильскую. То есть, смотрите, война какая? Сейчас это даже не палестинско-израильская война. Надо понимать это. Это очень... Вот в этих терминах надо быть очень-очень осторожным. Это Израиль, а это война Израиля и Хамаса. Сначала Россия... Армен, вот вы заметили, что в этой речи Байден впервые, пожалуй, сказал, что Путин и Хамас преследуют общую цель. Уничтожение демократии, сказал он. Насколько действительно это сейчас рисковое предприятие и вот последствия всего этого. Потому что для нас в Украине сейчас, я полагаю, как и для людей в Израиле, очень важно, насколько Байден окажется стойким. Насколько он не сыграет на каких-то настроениях, возможно, своих избирателей, а будет следовать действительно сохранению институтов демократии по всему миру. Смотрите, Байден стойкий. Байден – это последний магикан. Я его назову последним магиканом. Последний магикан. Да-да-да. Это человек, который понимает прекрасно, что происходит. Это человек, дай бог, чтобы... Я не представляю никакую партию, но я на самом деле понимаю, что ему надо переизбраться. Обязательно. Потому что в этой ситуации мы видим, как себя ведет и какую угрозу себя представляет сейчас демократия, республиканская партия, которая никак не может даже себе уже во второй раз... То есть в первый раз спикер выбрали из 15 или 16 попыток. Сейчас уже несколько попыток, уже три, по-моему, не могут избрать спикер. И это все ведет к шаттауну, опять странно. Это ведет к дестабилизации ситуации в США. Это ведет к ограничению возможностей США вести сильную международную политику. Это все очень опасно. Так что сейчас дело в том, что... Не сказать, что у Байдена связаны руки, но именно поэтому он воспользуется моментом и сказать, что между партийной крызня... Кстати, сейчас Байден просто делал комплимент, он не захотел просто как бы нацеливаться на республиканцев. Там не между партийная крызня. Там именно крызня внутри республиканской партии. Там пока что еще не между партийная крызня. Между партийная крызня может начаться после того, как пока... По крайней мере, они выберут спикера. Они собственного спикера избрать не могут. Так что здесь важно, что он объяснил, объяснил народу, что вот то, что сейчас делают республиканцы, он очень тактично это делает. Все же понимают, что причина в республиканцах. Он, не упоминая республиканцев, тактично намекая, что республикацы сейчас создают угрозу безопасности США, он просто тактично сказал, что если вот сейчас эта крызня не остановится, то угрозы, вот какие угрозы будут. И он прямо сказал, что это исходит из интересов США. Я думаю, что он довольно-таки понятно объяснил. И он создал такую ситуацию, при которой те же республиканцы должны понимать, что сейчас, вот смотрите, очень умное решение было объединить помощь Израилю, Тайваню и Украине в одном пакете. Хорошо. Но подождите, я вот один уточняющий важный вопрос. Если все-таки предположим, да, Израилю вместе с Соединенными Штатами удастся зачистить Хамас. По сути, не Тайняху породил этот Хамас, он же дал им возможность избираться. А какая судьба ждет тогда Путина, если Байден поставил в один ряд Хамаса Путина в этом обращении к нации? Ну, вот я об этом и говорю. Смотрите, вот сейчас Байден не хочет, чтобы Израиль начал наземную операцию. Да, он хочет, надо что-то дать Израилю, надо осторожно. Я не думаю, что они пойдут до конца, до уничтожения, до последнего лидера Хамаса. Я думаю, дело, они хотят довести до того, чтобы, вот вы знаете, вот эти подземные укрепления, вот эти проходы, где создается также и хамасовское оружие, просто подорвать вот эти подземные... Потому что, смотрите, уничтожить Хамас, это означает уничтожить 2 миллиона граждан газа. Давайте будем честны. Этих людей, там все поддерживают Хамас, потому что именно там не имеет никакого влияния ФАК. Там имеет именно влияние Хамас. И вот эти 2 миллиона людей, они очень комфортно себя чувствуют с Хамасом. И уничтожить Хамас или полностью избавиться от него не получится. Так что я думаю, что США объяснят Израилю, что надо сделать какое-то действие. Вот подорвать эти бункеры, эти подземные проходы, ограничить на несколько лет или на некоторое время, да, возможности Хамаса, просто обезвредить и опять вернуться к переговорам мирным с арабскими странами. И я думаю, вот именно об этом сказал Байден. Сигнал Байдена был о том, что арабские страны с Израилем должны мирно сотрудничать. И это очень важно. Мы же знаем, что одна из причин того, что именно Россия и Турция хотели просто создать хаос, того, что Байден оставил Турцию неудел, когда был в Индии начертан новый маршрут, значит, который... Еще один альтернативный путь к Суэзскому каналу, который укоротил и удешевывал логистику между Востоком и Западом. И этот путь должен начаться с Индии, еще через арабские страны, в Израиль и в Европу. И этот проект был выгоден очень многим в этой регионе, не только Израилю, но и арабским странам, но и в той же Палестине. И я уверен, что какие-то дивиденды и какие-то выгоды извлекала бы Палестина из этого проекта. Так что сейчас и Турция, тогда Эрдоган возмутился, что как можно начерчивать такие маршруты и оставлять Турцию за этими проектами. И так что это тоже было сделано, потому что, вы знаете, что велись не только открытые, но и тайные переговоры между Израилем и арабскими странами. Между... Даже, даже есть предположения, и есть некоторые источники, которые утверждают, что были очень секретные переговоры между израильскими некоторыми чиновниками и иранскими. Понимаете? Так что... Ну, не исключено, да. Тем интереснее сейчас... Да-да-да. И вот там США вот через эти переговоры пытались поменять вообще ситуацию, пытались не допустить манипуляции и сильно-сильно ограничить возможности Турции и России маневров в этом регионе. И сейчас мы видим, что вот из этого получилось. Субтитры создавал DimaTorzok